Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это человек, который решил что-то сделать для других людей Безвозмездно Решил и сделал это Сам Все началось с того, что Как-то одним прекрасным днем Я проснулся и понял, что Так вести жизнь, лежа на диване Смотря в компьютер и телевизор Это просто уже настолько неинтересно Что хочется что-то сделать полезное Ну, наверное, дело случая Как нужно лечь, да? Как проснуться? Мы сходили к трем людям И эти три человека Собственно, вот эти три пенсионерки Стали людьми, кто стал нашим первым, можно сказать, трудовым опытом Галина Викторовна, добрый день, это Тимур Да, я открываю Давайте Я не знаю, на самом деле я до сих пор могу сказать, что это просто феноменально Я очень удивлен был сам Что меня вот в это втянуло Мне стало интересно Потому что, может быть, даже люди и сейчас втягиваются Но не остаются дальше И получается же так, что Они захотели, загорелись А потом этот Искринка, этот огонь потух Потому что что-то не получили То, что хотели А дальше получилось так, что Помогать просто без какого-то материального оборудования Тех же губок, тех же чистящих средств Потому что У престарелых этого нету, можно сказать точно Мы не можем То есть Мы, получается, либо мы несем это из дома Либо Либо нас Мы ведем с быстрыми руками Получается, что мы стали учиться Как добывать деньги Ну, то есть На гранты Пирайк, на гранты И по статье Развитие молодежного движения Мы подали грант на 5000 рублей Это первые наши деньги Которые послужили тому, что мы могли купить Необходимое оборудование Ну, мне нравится работать со всеми Но хотелось, чтобы Моя помощь была самым нуждающимся Здравствуйте 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 Вы присядьте А мы сейчас быстро разденемся И положим вещи на коровы Я все согласна На все На все согласна Конечно Хорошо И давайте мы у вас Уберем за диваном Ой, что там годами От прошлого В прошлом году Да, год прошел Да? Да О, годами год Все правильно Давайте Теперь никак ее не творят, да? Как-то надо А как же без света-то быть мне? Кто мне может? Я одинокая Все, можно включать Можно? Можно, да Хорошо Очень, да Кому-то помогаешь И прям душа радуется А бывает, что много наоборот То есть приходишь и чувствуешь в конце То, что тебя использовали Бывали случаи, когда просто человек Настолько увлекался нашей помощью Что просто заставлял убираться С, допустим, с 8 утра до 10 вечера Просто вылизывали всю квартиру А мы отказать не можем Были также квартиры, были семьи Когда мы приходили в квартиру И было достаточно все красиво И достаточно богато расставлено мебель Но между тем получалось так, что Была комната, где жили их родители То есть родители детей, которые, видимо, и сделали ребенок такой для себя Эта комната была просто в безумном состоянии Где фактически не было мебели Была кровать, где лежал престарелый человек И совершенно неухоженный Летали мухи Летал, то есть был не самый лучший запах Вот И мы просто понимали то, что родители детям не нужны То есть мы приходили И этого человека, этого деда, дедушку Мэля Это было одно из самых удивительных таких впечатлений За нашу работу Которую просто-напросто не сотрешь никогда и ничем Общение очень многое значит для Тамары Григорьевны Потому что большую часть жизни она проводит в стенах этой квартиры Познакомилась с ней сегодня в первый раз И мне было очень интересно с ней пообщаться Задавала ей много вопросов И на самом деле я была поражена этой женщиной Потому что, мне кажется, она инвалид Такую активную жизнь вела, как не ведут многие здоровые люди Сейчас помощь в основном от добровольцев идет И, как она сказала, несколько раз в неделю Два раз в неделю к ней работники приходят Потом для меня это было очень странно слышать Что некоторые люди помогают инвалидам за деньги То есть она просто прогуляться с ней За это она им платит деньги Для меня это странно звучит Мне кажется, таким людям нужно помогать просто так Я в детстве был таким уличным пацаном Мне было интересно на улице Мне было интересно воровать у родителей деньги Покупать на них сигареты И просто проводить время с друзьями После чего меня отучили таким не самым лучшим поступком Проснулись мы утром Мои сигареты были исправлены дома Мама их нашла Позвала папу Нас дома никто не курит Зажали меня между ног И так накормили сигаретами Три пачки беломорканала Я съел Мои губы горели Все было красное Вот и все Потом был такой немного психологический ход Когда мы поехали в деревню Мне купили сигареты вместо жвачки Сестры купили жвачку Мне было лет 7-8 Поэтому меня это очень ударило по сердцу Мне стало очень завидно сестре Потому что она кушает жвачку Я хотел тоже Поэтому было все ярко, понятно Я перестал курить Стал напустить Начал заниматься хорошими делами Волонтеры часто работают со стариками Бездомными и одинокими людьми У молодых и здоровых Такие сограждане вызывают страх Мы боимся приблизиться к ним Стать такими же беспомощными, как они Но если идешь с ними работать Этот страх уходит Приходит уверенность, что когда-нибудь Кто-то так же поможет и тебе И мир гораздо добрее, чем ты думал Я доброволец Я стараюсь немножко изменить мир В лучшую сторону И помочь другим людям Тверская ассоциация молодых путешественников Это некая организация, которая была образована Еще в 83-м году Это потому что я занимался Альпинизмом и горным туризмом И там это командный Такой вид спорта И там нельзя не помогать окружающим И не заботиться о них Но мы сами путешествовали И мы решили передать свой опыт детям И когда вот этот процесс Начинался, мы поняли Что просто потреблять природу Просто развлекаться Это ужасно И тогда появился такой подход к туризму Как к путешествию И с этого, так сказать Начались привлечения молодых ребят Через путешествия К общественно-полезной деятельности Нам показалось, что совершенно меняется человек Если человек просто развлекается Он там все, он один А когда человек что-то сделал и отдал Это совершенно другой человек У нас очень много проектов Было очень много проектов Сейчас на рассмотрение В Тверской городской думе Все ждем финансирования И скоро, надеюсь, поступит оно У нас следующая акция Это в поселке Орша Облагораживание ключей То есть очень массовый такой проект Требующий затрат Потому что сами мы все это не можем собрать Это не в наших силах Мы не можем все построить За свой счет Нам нужна минимальная сумма Для того, чтобы закупить стройматериалы А работу, конечно, бесплатно Я думаю, что от этого не устанешь Все равно, что все, что мы делаем Мы делаем для себя Для своих детей В будущем внуков, родственников Это приятно Но ряды постоянно пополняются Народу много С одного нашего техникума Торгово-экономического Более ста человек Это сто процентов Меня зовут Беликов Павел Я учусь в Тверском торгово-экономическом техникуме К нам пришла замдиректора Сказала, что организовывается Добровольческая работа Нам предложили построить Детскую беседку Ну, я как вызвался добровольцем Ну, раньше с работами по дереву Не сталкивался Если только в школе на уроках труда Делали там маленькие всякие Ну, вот мы там втроем С ребятами из группы вызвались Выдали нам чертежи И далее мы как-то сами Строили его Ну, делали мы его Три дня Ну, и все Первый проект для меня был Это клеили обои в детском доме Вот там делал ремонт В одной из комнат Вот, а теперь сейчас тут убираем Как-то хочется, чтобы в Твери было красивее Мы как бы ездим и в Осташков Там у нас как бы в палаточный лагерь Тоже там экологические экскурсии всякие проводим Убираем Ездила на Ниловую пустыню Там помогаем все убирать Приезжают вот туристы на Селигер Как бы оставляют мусор все это Вот мы этот мусор убираем И самое интересное, что как бы собираются Люди такие, которые нравится действительно Это работа, они так просто позвали И они пришли Такой коллектив уже сплоченный И они постоянно уже работают здесь Кто говорит молодцы То, что хорошо, что занимаются Как бы тоже хотели бы заниматься Такой организацией А некоторые просто смеются и говорят То, что делать нечего По-разному все относятся к этому После разрушительной Второй мировой войны Многие философы спорили о природе человека Одни, имея в виду фашистов Доказывали, что люди по сути своей Насильники и убийцы Другие, в том числе психолог Эрих Фром Убеждали, что человек по природе добр И способен проявлять чудеса альтруизма Он приводил в пример тех, кто побывал в концлагерях Думаю, здесь трудно что-то доказать Все дело в вере Я верю Фрому Волонтер я или не волонтер Я как никогда к себе такой плащ не примеряла Понимаете, мне кажется, волонтер Это типа рыцарь какого-нибудь этого образа Я волонтер, бурмистр Людмила Я занимаюсь социальной помощью бездомным детям И считаю, что это дело в моей жизни Ну вот наша команда Это наш доблестный водитель Саша Это Максим, врач Гийом, это наш координатор Франсуаз, наш замечательный президент Основатель, можно сказать, нашего фонда И Аня, психолог, социальный работник Технология начинается с того, что проводится обследование города И находятся точки, где обитают бездомные дети После того, как составлена такая специальная карта Каждый вечер выезжают бригады Задача социального работника, психолога, врача и водителя Это одна команда Создать контакт Когда мы начали Мы просто ездили по городу Почти 3-4 месяца До того, что появился первый контакт Дети как-то лучше раскрываются, когда их чем-то там угощают Какие-нибудь небольшие угощения Которые позволяют нам все-таки вести разговор Такой за столом Более непринужденный разговор Они, конечно, начинают рассказывать поначалу о себе всякие фантазии Почти никто из них не говорит правду У всех родители умерли У всех они, конечно, полные сироты Но через какое-то время контакт, когда налажен Они видят, что здесь люди, которые хотят просто с ними дружить Тоже начинают о себе что-то рассказывать Ты первый раз ходи сбежал? Какой первый? Так Первый раз, а? С девяти лет Только я не в Москву А вся там, в Канаково так по деревне, так вот А когда ты приходил, мама что-то говорила? Ничего Она не волнует? Ну я такой вот приходил, когда ее дома нет Она волнует? Она волнует? Как ты думаешь? То есть, она дома будет, да? Вот тебя там пойдут с другом, да, погулять? Так Хоть на всю ночь она ничего не скажет Скажи, а что должно случиться, чтобы ты закатила домой? Не знаю Может, мама пить должна просить? Ага А ты тогда вернешься? Да Мы их не судим Мы смотрим на них, как мы бы смотрели на наших детей даже Поэтому эту чеклоту, это уважение, она очень важна, чтобы они сами себя уважали Мы не судим Может быть? Мы не следим Просто проверяем И вот По этому Вот девочка сегодня была, которая в углу сидела. Ее отчим, мама в больнице, да, а отчим избивал. Я говорю, мама знает? Она сказала, нет. Я говорю, он что, тебя так воспитывает? Да. Вот он меня так воспитывает. Ну, вот она ушла. Вот эти анцесты, когда, так сказать, отчимы часто, так сказать, приставят к этим девочкам. Это уже, так сказать, причина, по которой девочка не будет для семьи. И с мамой, значит, она не может найти контакт, если, да? Ну, конечно, большинство случаев, вот здесь это пьющие родители. Субтитры подогнал «Симон» Когда бригады постоянно выходят в рейд и курсируют по городу, у нас гораздо больше шансов обнаружить детей, впервые попавших на улицу. Вот только что. И их вытащить с улицы гораздо легче, чем тех, которые живут уже давно. Дети привыкли жить без дома. И убедить их вернуться назад бывает очень сложно. А дети, которые только что убежали из дома, попадают в поле зрения, они тоже прибиваются к тем же бригадам. И старые, так сказать, в кавычке старые дети, они рассказывают о этих новичках. Они их не прячут. Они хотят, чтобы эти дети быстрее попали к нам. Мы с мужем всегда хотели взять детей. Всегда. И вот получилось так, что на основе работы в этом фонде я познакомилась с приютом. То есть мы пришли туда в приют, там я и нашла своих детей. Когда я сказала, что мы бы хотели взять детей, они говорят, ну, вот. То есть мы их не выбирали. Кто в этот момент был готов по документу, тех мы и взяли. Мне кажется, что если я за всю свою жизнь хоть одного ребенка с улицы уберу, я считаю, что я прожила жизнь не напрасно. Одна знакомая как-то сказала мне, моя жизнь бессмысленна. Казалось бы, у меня все есть. Интересная работа, хороший заработок. Я общаюсь с известными людьми. Но если в любой момент жизни я вдумаюсь в то, что происходит внутри меня, я понимаю, что все это не имеет никакого смысла. Я пустышка. Тогда я рассказала ей о волонтерах. Но, кажется, она меня не поняла. Нам ходят совершенно из разных мест ребята. Это может быть Чечня, это может быть Средняя Азия, это Узбекистан, Таджикистан. Сейчас примерно в центре учатся 40 детей. И с ними работает около 45, от 45 до 50 волонтеров. Как правило, работа индивидуальная. Сознательно делаем акцент на индивидуальной работе, потому что нам кажется, что это какой-то дополнительный терапевтический эффект, когда ребенок, в основном страдающий от дефицита взрослого внимания, попадает в такую ситуацию, что вот к нему специально приходит человек и проводит с ним время. Это бывает очень важно и очень нужно многим. Я здесь работаю волонтером, преподаю английский язык. И я не получаю никаких денег за эту работу. То есть эта работа для меня дорога своим смыслом. Ну, Вова очень такой настороженный, что ли, к миру человек. Он похож немножко, может быть, где-то на улитку, которая как бы вот спряталась в эту свою раковину. Мы недолго с ним занимаемся, не так давно начали, но я вот вижу уже, что он как-то потихоньку начинает раскрываться, открываться, что ли, миру. То есть у нее нет уже такого страха перед контактом. Сначала он вообще даже в глаза старался не смотреть, то есть он отводил глаза, никаких эмоций как-то у него на лице не отражалось. А в последнее время он вдруг начинает что-то рассказывать там о своих делах, там где-то о своей жизни, какие-то детали. Вот смеется, пытается иногда даже там пошутить что-то. То есть это говорит о том, что он как бы возвращается в русло нормальных человеческих отношений и такой нормальной человеческой жизни. Илья соображает хорошо и достаточно на уровне начала второго класса. У него никаких пробелов нет. Магомед мало того, что он соображает так, еще демонстрирует поразительное для ребенка второго класса желание учиться математике. Для меня большое удивление, что ребенок в начале второго класса может знать, сколько будет 7 на 7 и 7 на 8. Я работаю волонтером с 11 класса, 12 лет, 11 лет, я не помню, наверное, 12 лет. Мы не делаем здесь карьеру, не зарабатываем здесь деньги, мы просто делаем то дело, которое мы хотим. Когда денег сильно больше, чем их нужно, это не доставляет большего удовольствия. Денег, которые я зарабатываю, мне хватает нормального. Вот занимаясь этой деятельностью, мы как бы утверждаем какой-то особый стиль жизни. Это стиль жизни, в котором главное составляет смысл деятельности. Потому что мы реально по жизни очень часто делаем что-то не потому, что это имеет для нас смысл, а потому, что мы должны что-то заработать. То есть мы это рассматриваем как некий суррогат в своей жизни. И мы тем самым делим жизнь как бы на жизнь настоящую, то осмысленную, ради чего мы хотим жить, и ту жизнь как бы суррогатную, которой нам приходится жить, для того, чтобы мы могли хоть немножко пожить настоящей жизнью. Ну вот примерно так. Здесь я живу вот той самой осмысленной жизнью, которой я выбираю, чтобы жить так и это делать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok